В Твери чествовали представители машиностроительной отрасли. Торжественное мероприятие в преддверии Дня машиностроителя прошло в Доме культуры «Металист». На праздники побывала наша съемочная группа. Все подробности далее. Электросварщик Тверского вагоностроительного завода Дмитрий Потемкин на предприятии трудится почти пять лет. Специалист работает на участке сварки рам-трамваев. В ходе трудовой деятельности приходится решать серьезные задачи. С ними получается справляться благодаря личному мастерству и сплоченному коллективу. Сборка идет полностью. От начала раму закладываем, боковины, крыша, все это краном подается вместе с лесарями. Все это сваривается. Сложности есть свои. Ну что страшного, справляемся, все нормально. Владимир Толстов работает на линии сборки электропоезда «Иволга». Трудовой стаж специалиста на Тверском вагоностроительном заводе более 17 лет. От рядового рабочего он прошел путь до начальника участка. Работа, признается Владимир, ответственная и интересная. Каждый раз, когда новая продукция отправляется заказчику, его переполняет лишь одно чувство. Чувство гордости, конечно, что мы приносим что-то полезное для нашей страны, наших граждан, что наша продукция востребована. В преддверии дня машиностроителя Дмитрий Потемкин и Владимир Толстов были отмечены почетными грамотами губернатора Тверской области. Приветственный адрес главы региона Игоря Рудени собравшимся зачитал заместитель председателя правительства Тверской области Артем Ашгиревич. В обращении было отмечено, что машиностроительные предприятия «Верхний Волжье» — гордость всей России. Вы бережно храните богатый опыт и замечательные трудовые традиции. Редшественников производите высокотехнологичную продукцию, отвечающую самым высоким миром стандарта, постриманную в наших хранениях и за рубежом. Благодаря вашему труду развиваются транспортный комплекс, авиация и космическая отрасль металлургии, сельское хозяйство и здравоохранение. Также Артем Ашгиревич подчеркнул, что машиностроение сегодня — это стержень отечественной экономики и основа технологического развития нашей страны.